Мои родители были одними из самых богатых людей города. Когда я родилась, все ахали и охали, настолько я была хорошенькой. А поскольку я была еще и единственным ребенком, родители относились ко мне как к принцессе. Боже, Боже, Боже мой, наша дочь сказала свои первые слова. Давай устроим вечеринку. Они были просто безуматными. У меня были сотни горничных, которые кормили, купали, выгуливали меня и даже причесывали мне волосы. Боже, Боже, Боже мой, ты вырвала у нее волосок. Ты не понимаешь, что каждый волосок моей девочки стоит миллионы. Конечно, мама реагировала слишком осторожно. Она была готова уволить горничных, если они перегреют мое молоко. И папа был таким же. Когда мне исполнилось пять, он приказал прислуге обновить мою комнату. И вы не поверите, он поменял все на золото и бриллианты, включая сиденья. И вот однажды в наш класс пришла новая девочка, и все изменилось. Ее звали Лидия, и она была известная авторисой в детских фильмах. Я любила ее фильмы с детского сада. Она была буквально моим кумиром. Мы даже оказались с ней в паре в школьной лаборатории и сразу же подружились. Я рассказала Лидии все об издевательствах одноклассников. И она мне очень сочувствовала. Они просто глупы. Ты совершенно такая, такая ты и есть. Просто танцуешься со мной, и никто из этих хулиганов никогда больше не побеспокоит тебя. Вскоре я убедилась, что Лидия оказалась права. Когда я была с ней, одноклассники не цеплялись ко мне. Я была как бы неприкасаемой. И в восьмом классе мы с Лидией стали лучшими подругами. Но в средней школе все пошло наперекосяк. В первый же день в коридоре все начали пялиться на нас и шептаться. Затем буквально за секунды они просто толкнули меня, чтобы сделать селфи с Лидией и попросить у нее автограф. Так продолжалось все утро, и к обеду я решила позаниматься в библиотеке.